О чем вы думаете во время своей пробежки? Вот я бегу и думаю, как мне проскочить между капель. Потому что зима в Нидерландах, в Амстердаме, это в основном дождь. В основном вот такая погода. Будьте в такое время, когда дождь, если есть, то слабый-слабый. И я обернусь за свое время домой. Пусть меня чуть-чуть подмочит. Если накроет, то в конце пути все равно потом в душ нырять. Вот, поэтому сегодня я проскочила. Вышло даже, был интенсивнее дождь, чем сейчас. Поэтому все хорошо. Знаете, каждый человек, в кого бы стране он не жил, может для себя найти плюсы и минусы того климата, в котором приходится, как говорится, выходить на пробежку. Есть ли это страны, где холодно. Есть такая устойчивость, есть закалка к морозу. Холодная температура. И местные жители всегда знают, когда самый благоприятный момент по погоде. В такую погоду можно выйти на свою пробежку. Те, кто живет в теплых странах, где постоянно зной, который изматывает, тоже знают те условия, при каких пробежка может показаться очень приятным делом. Так же и я. Я знаю свой климат. И я не отказываюсь от своих пробежек. Я даже могу выйти на пробежку с зонтом. Почему нет? Когда я настроилась бежать, вы знаете, зонт, плащ-палатка, все подойдет. Мне все равно, как это выглядит абсолютно. Я бегаю только для себя и для своего удовольствия. Поэтому вооружаюсь тем, что мне поможет. Ну, погляньте. Красота-то какая. Знаете, как аппетит приходит во время еды, так и удовольствие от пробежки приходит только во время пробежки. Если на нее не выйти, не пробежаться, то и не будет этого удовольствия. Да, какие чудеса. Давайте поздоровалась. Я люблю природу. Наверное, поэтому и бегаю на свежем воздухе. Песком, привет! Песком, привет!